Видите, в Библии опять же есть красноречивые примеры, яркие примеры предательства. Мы знаем о предательстве Иуда, мы знаем о предательстве Иосифа, его братья, мы знаем о предательстве даже того же святого апостола Петра, который все-таки остался апостолом. И эти истории, они нас многому учат. И я думаю, опять же, здесь избирательно, индивидуально, потому что я бы даже не сказал о предательстве, о неком непослушании. Вот, например, как? Мы, например, верим в водительство Божие, что все водимые Духом Божьим, суть Дети Божьи. И, соответственно, некоторые люди, они готовы ко спасению. У тебя есть в сердце конкретный призыв им проповедовать или свидетельствовать прямо в этот момент. То есть в любом случае, конечно, человек о своей вере молчать не может долго. То есть если он все-таки верующий, если он имеет соприкосновение, в любом случае какой-то возникнет разговор, возникнет вот этот момент, когда человек все равно скажет о своей вере. Но я бы не называл это предательством. Скорее всего, это, наверное, непослушание, когда, например, ты чувствуешь в сердце призыв проповедовать или свидетельствовать этому человеку, а ты не делаешь это из-за малодушия или страха, или там из-за компромисса, или там еще из-за чего-то. То есть, вот, скорее всего, непослушание. А предательство – это уже намеренное, намеренное, то есть, ну, намеренное человека. То есть, что такое предать? Это значит предать человека, там, лже и истине, да, то есть, ну, оставить его, да, то есть, нам, там, на произвол судьбы и все. Поэтому, поэтому, ну, я бы больше склонялся к определению не предательства, а непослушания. Непослушанием это точно является, да, вот, вот. Ну и, в принципе, даже если мы не имеем какого-то конкретного голоса Божьего, да, там, вот, иногда, там, какого-то водительства, мы все равно понимаем, что мы призваны, да, проповедовать. То есть, любой горящий человек, который, скажем, находится в духовной форме, он все равно будет проповедовать, да, проповедовать. Правда, правда, есть высказывание одного из отцов церкви, что мы проповедуем Христа и иногда используем слова, да, то есть, мы проповедуем все-таки прежде всего своей жизнью. Вот. Ну, не знаю, Иисус говорил слово, и Он говорил Его как власть имеющей. Нам бы побольше таких, и было бы лучше, вот, похожих на Иисуса, таких маленьких, маленьких, хорошеньких, милых христиан, на самом деле, какие мы и должны быть, в принципе, поистине. Ну, вот как-то так.